МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совет молодых депутатов области, решение о создании которого было принято на встрече в Калуге, это совещательный и консультативный орган, который будет действовать при законодательном собрании на общественных началах. Вошли в него депутаты в возрасте до 35 лет из разных городов региона. Это решение, по мнению председателя ЗАГС Собрания, является важным моментом в жизни области. Создаваемый совет стал таким значимым, видимым, влиятельным общественным институтом, и чтобы вы заняли такую активную жизненную позицию, которая помогала бы двигать нашу Калужскую область вперед. Главным вопросом обсуждения стала тема празднования юбилейной даты – 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Участие младых депутатов в подготовке плана мероприятий для городов области подчинено двум основным задачам. Это поддержание мемориалов в достойном состоянии и взаимодействие с ветеранскими организациями. Главная задача молодых депутатов, представляющих все политические партии – представлять в Совете интересы жителей своего города. И не только по вопросам празднования очередной годовщины победы, но и относительно того, что можно улучшить в регионе в настоящее время. Анна Шапошникова, Максим Сечко, Обнинск ТВ, Калуга. Анна Шапошникова, Максим Сечко, Обнинск ТВ, Калуга. В Калужской области образован новый центр компетенции с большим потенциалом. Его цель – максимально использовать интеллектуальные и экономические ресурсы региона для развития высокотехнологичной наукоемкой отрасли. А то, что Обнинская технология будет играть в этом объединении главную роль, оправдано вполне. У НПП технологии одно из немногих предприятий, которое не просто живет сегодняшним днем, а динамично развивается. То есть на предприятии строится цеха. В ближайшие годы планируется дополнительные рабочие места открывать. Порядка нескольких сотен. И вот в частности, перед вами это струящийся цех, уже практически готовый, который осталось дооснастить оборудованием. И в нем будут производиться агрегаты из композитов для магистрального самолета 21 века. Это МС-21, он же Як-242. Это, в принципе, уникальный для нового российского авиастроения проект. Это будет именно российский самолет, который создается в России и который придуман в России. Самолет создается в рамках федеральной программы РГАД, развитие гражданского авиатранспорта. По планам начала строительства, именно МС-21, первый самолет должен подняться в небо в 2017 году по планам. Соответственно, под это и подстраивается наше предприятие. Всего новых цехов будет три. Строительство первого практически завершено. Сейчас начинается монтаж оборудования. Развитие программы позволит создать на технологии еще 300 рабочих мест. Обдинская прокуратура встала на защиту законных прав работников. Экономическая ситуация в наступившем 2015 году вряд ли будет благополучной. Это понятно уже и сейчас. И многим предприятиям придется, как говорится, оптимизировать свои расходы. Возможно, сокращать коллективы. Но вот некоторые руководители экономию понимают своеобразно. Они задерживают, а порой и попросту не выплачивают зарплату своим сотрудникам. Причем делают это в последнее время все бесцеремоннее. Если еще летом, так скажем, руководители предприятия принимали меры к погашению этой задолженности, то вот уже с конца года стали выявляться предприятия, которые действительно имеют задолженность и не принимают мер к ее погашению. После вмешательства прокуратуры людям вернули долги по зарплате на общую сумму в 5 миллионов. Но тенденция задерживать зарплату в городе растет. К сожалению, не всегда им можно помочь. Конечно, очень жаль, когда обращается человек и говорит о том, что я работаю на предприятии неофициально. Но я хочу также обратить внимание работодателей, что если мы установим факт наличия трудовых отношений, и он также не выплачивал свыше двух месяцев зарплату, то мы точно так же привлечем к уголовной ответственности. Поэтому если работодатели считают, что не заключив трудовой договор, они тем самым избегут ответственности, то это очень большое заблуждение. Два месяца полной невыплаты зарплаты или три месяца частичной задержки грозят руководителю предприятия уголовной ответственностью. Правда, руководство частного охранного предприятия «Ратомир», офис которого расположен в этом здании, такая перспектива не пугает. С задолженности по зарплате здесь даже был дисквалифицирован директор, но ситуация здесь не изменилась. Чаще наши работодатели пытаются найти возможность доказать, что они не имеют возможности выплатить. Но по факту все это упирается в то, что есть контрагенты, допустим, которые могут выставить штрафные санкции, а люди подождут. Известная закусочная в Обнинске, а также больница и школа в соседнем Малой Рославце. Вот лишь малая часть объектов, которые охраняли сотрудники «Ратомира». Чоп только этому бывшему сотруднику задолжал без малого 45 тысяч. Задержку в зарплате в «Ратомире» объяснили просто – не платят клиенты. Но руководство предприятия лукавит. В конце года на счетах данного предприятия находились денежные средства. Мы полагаем, что у общества имелась возможность погасить задолженность, однако директор это не стал делать. А Валерий Хромов продолжает ждать невыплаченную зарплату. И он не одинок. Мы устанавливали работников, которые непосредственно работают, устанавливали лист, перед которым есть задолженность. Было установлено таких 13 работников. И сумма задолженности перед ними порядка 390 тысяч рублей. Работы по таким делам, скорее всего, у прокуроров прибавятся. И здесь, чтобы заработанные деньги действительно получить, необходимо доказать две вещи – сам факт работы и платежеспособность предприятия. Поэтому при трудоустройстве не следует забывать, что договор – очень важная составляющая отстаивания своих прав. Евгения Власюк, Николай Подлепалин, телекомпания «Убнинск-ТВ». Хроника происшествий. Сегодня утром в Белгородской области в ДТП попал автобус с гражданами Украины, которые направлялись из России в Луганскую область. Пассажирский микроавтобус «Мерседес», перевозивший их, столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Жертвами аварии стали 11 человек. Еще пять были доставлены в больницу. А недалеко от Обнинска, на Киевской трассе, вчера вечером тоже произошло столкновение пассажирской маршрутки с грузовым автомобилем. К счастью, здесь обошлось без пострадавших. Обо всем по порядку расскажет Ирина Песлегина. Хроника происшествий вторника началась в три часа дня на улице Гурьянова в Обнинске. Здесь столкнулись два автомобиля. «Лада Калина» двигалась по главной дороге, а водительница «Субару» выезжала со второстепенной и, возможно, не заметила другую машину. Владельца «Лада» попыталась затормозить, но скользкое из-за выпавших осадков дорожное покрытие сыграло с ней злую шутку. Тормозной путь увеличился, и «Калина» столкнулась с сеномаркой. А участница этого ДТП обозначила важную проблему. Здесь, на улице Гурьянова, в непосредственной близости от школы и детского сада, нередко случаются аварийные ситуации. «И чтобы ограничение скорости, пешеходный переход, чтобы поставили. Потому что дети на лыжах ходят вот сюда в лес из этой школы постоянно, понимаете?» Возможно, женщины права и городским властям стоит обдумать предложение по нанесению пешеходной разметки на этом участке дороги. Изменения облегчат пешеходам жизнь. Дети и взрослые, которые посещают Гурьяновский лес, перестанут с опаской переходить дорогу в этом месте. В 15.40 на 102-м километре Киевского шоссе произошло очередное ДТП. «Опель» двигался в сторону Москвы и не успел миновать светофор. Загорелся запрещающий проезд-сигнал. Иномарка резко остановилась, а водитель, следовавшего за ним Митсубиси, не ожидал этого. Чтобы избежать столкновения, он вывернул руль вправо. Но маневр не спас ситуацию. «Делика» задела «Опель», повредив тому задний бампер. В ожидании сотрудников госавтоинспекции, участники этого ДТП перекрыли две из трех полос движения на трассе, что затруднило проезд автомобилей. Вечером в половине девятого аварийная ситуация на дороге сложилась около поста МЧС, расположенного в Добром. «Газели» фура двигались в сторону Москвы по Киевской трассе в параллельных рядах. Микроавтобус слева, большегруз справа. Когда автомобили миновали светофор и зашли на круговой перекресток, водитель фуры неожиданно перестроился в соседний ряд, где в этот момент двигалась «Газель» с пассажирами в салоне. «Здесь я направлялся в сторону Москвы, а вот эта фура резко повернула и ударила меня в пол». К счастью, пассажиры микроавтобусы не пострадали, а автомобилисты остались на месте происшествия, ожидая инспекторов ДПС. Ирина Песлегина, Алексей Гавшин, Обнинск ТВ Погода нередко становится причиной дорожных аварий, но и пешеходы страдают от гололеда. Только чаще это случается по причине того, что коммунальщики должным образом не выполняют свои обязанности. Сегодня мы решили посмотреть, в каком состоянии обнинские тротуары и выяснить, что думают горожане о качестве очистки пешеходных дорожек. Как чистят дороги в Обнинске? Ответ на этот вопрос можно найти, взглянув на них. И если, глядя на центральные магистрали, понимаешь, что убирают их хорошо, то вот зайдя во дворы, все меняется с точностью до наоборот. Вот так выглядит проезжая часть во дворе дома номер один по улице Калужской. Такая колея – явный признак деревни, а не города. Правда, сами жители дома уже давно не удивляются. Вот с начала зимы, как снег. А вообще убирают? Очень плохо. Как утверждают жильцы, такое состояние дороги – это еще хорошо, и помогла им здесь природа, а не коммунальщики. Это еще снег припрашивал, да, еще более-менее, а так вообще лед. А вот во дворе дома номер 24 по улице Энгельса сегодня настоящий праздник. Наконец-то ледовые наросты с дороги уберут. Правда, как признаются в управляющей компании, такое здесь происходит нечасто. За эту зиму, я не знаю, по-моему, второй раз или первый. Скупой платят дважды. Именно эту фразу нередко говорили сегодня жители дома, глядя на работу коммунальщиков. Ведь если бы те не поленились и почистили дороги, когда была оттепель, не пришлось бы тратиться на дорогую технику. А потому жители работы управляющей компанией недовольны. Машины стоят на тротуарах, пройти негде, люди ломают ноги, потому что здесь вот таким колдобином пройти невозможно. Жаль, что не видели жители этого дома, как провели уборку у их соседей в доме номер 6 по улице Энгельса. Эта картина могла бы быть хорошей иллюстрацией к сказке «Дед Мазай Зайца». Правда, спастись на лодке жильцам этого дома не удастся, ведь периодически лужи сменяют снег. Ну а управляющей компанией, видимо, за такую уборку не стыдно, ведь трактор проехал здесь всего лишь несколько дней назад. Евгения Власюк, Николай Подлепалин, телекомпания Обнинск ТВ. В продолжение этой темы еще несколько иллюстраций. Вот видео, которое прислали нам сегодня зрители, жильцы одного из подъездов дома номер 1А на Обнинской улице Звездные. Здесь управляющая компания не придумала ничего лучшего, как поставить у входа мешок с песком, а сверху положили рукавицу. Видимо, по принципу спасения утопающих – дело рук самих утопающих. Мол, каждый жилец, зачерпнув горточку песка, сам должен перед собой присыпать обленевшую дорогу. Вот такое ноу-хау внедряет в практику управляющая компания «Комфорт». Интересно, используют ли ценную инициативу и другие обнинские управляющие компании. А соблазн велик, ведь это какая экономия заработной платы. И о новостях спорта. Сегодня на базе Обнинской детско-юношеской спортшколы «Олимп» стартовали юные участники первенства Калужской области по плаванию. 160 мальчишек и 40 девчонок. Три дня будут доказывать, что именно они достойны представлять наш регион на турнирах российского уровня. В соревнованиях принимает участие 200 человек из трех спортивных школ Калужской области. Это команды из города Калуга «Бассейн юность», «Бассейн труд» и «Обнинск Олимп». Победа здесь важна для каждого, ведь эти соревнования отборочны. Для тех, кто постарше, на первенство России, которое пройдет в мае в Волгограде. А плавцы младшего возраста отправятся в Петербург на всероссийские соревнования среди школьников. Для ребят этого возраста это практически Олимпийские игры, это самый большой турнир. Там собирается порядка 800 человек, участников со всей России. Катя Михайлова – одна из юных звездочек обнинской команды. Сегодня она не только обошла всех соперниц, но и значительно улучшила свои временные результаты. В том, что Катя войдет в состав Калужской сборной и будет представлять область на первенстве России, тренеры не сомневаются. Ведь еще год назад девочка выполнила норматив мастера спорта. Правда, из-за возраста квалификацию пришлось ждать целый год. Не знаю, у меня даже само оно получилось. Это мастер я выполнила 20 марта. Ну, не знаю как. Я тренировалась долго, упорно. А вот у Максима Голубева уже сейчас большие планы. В будущем он хочет участвовать в самом главном турнире. На Олимпиаду попасть хочу. В 2020 году? Мне кажется, да. В 2020 году? Почему бы и нет? Шансы поставить мировые рекорды у обнинских пловцов есть. Ирина Девятова, тренер нашего чемпиона Николая Скворцова, уверенно заявляет, смена подрастает достойная. Миша Виковищев, Антон Волошин, Андрюш Ильярский. Вот у нас ребята, они в резервном составе, в юношеской сборной. Вот, поэтому я думаю, что будем расти. Ну а у тех спортсменов, которым не повезло сегодня на старте, еще есть время отыграться. Ведь первенство Калужской области будет проходить в течение трех дней. Евгения Власюк, Николай Подлепалин, телекомпания «Обнинск ТВ». Сегодня это все, о чем мы хотели сообщить. Напомним, что узнавать новости вы можете и на нашем сайте. Адресная строка www.obninsktv.ru До свидания. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин